МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала 1-й карагандинские новости. В студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Зловонье и грязь. Все эти прелести испытывают на себе жители дома номер 29 по улице Сатвалдина. Бездомные облюбовали площадку живого дома. Какая-никакая крыша, они здесь и ночуют, в туалет ходят, тут же и кушают, тут же и... Награды в профессиональный праздник, праздничным концертам и народными гуляниями на станции Караганда-Сортировочная отметили День железнодорожника. Победа в первом же матче. Новый главный тренер шахтера начал свою деятельность победы над прошлогодним чемпионом столичной Астаной. Конечно, довольны 2-0 против чемпиона. И в той ситуации, в которой мы сейчас находились, это большой шаг вперед. Бездомные облюбовали площадку одного из жилых домов. Зловонье, грязь и сквернословие жители терпят на протяжении нескольких лет. Кто и как будет решать проблему, разбиралась Анель Шалкарбек. Это площадка 29-го дома по улице Сатабалдина. С некоторых пор это место облюбовали бездомные. По словам жителей, днем их не бывает. В основном приходят сюда ночевать, пить спиртное, шуметь и мешать спокойно спать. Туалет развели, вот как перестал магазин работать. Вот так, в принципе, оно и началось здесь. Всегда и было. Какая-никакая крыша, они здесь и ночуют, в туалет ходят, тут же и кушают, тут же и... От жизнедеятельности постояльцев в площадке постоянная грязь. Проблемы с чистотой и порядком дома начались пять лет назад, когда закрылся некогда действующий здесь магазин. Хозяин помещения не выходил на связь даже тогда, когда подвал стал отопить и нужен был ключ от торгового объекта. Отчаявшиеся жители квартиры работники местного КСК прикрепили записку к наглухо закрытой двери. Однако ответа не последовало. Объявление вешали, вот КСК объявление вешало, подвал текла вода, так они и не явились. Магазин брошенный, и стекла побили здесь, вот эти же и бичи побили все. Как бы дебоширят, да, еще? Ну, бывают, но пьют, да, конечно, водку пьют они постоянно, вот бутылки, вот. Все видно здесь. Матрацы, грязная одежда, пакеты и разбитые бутылки лежат месяцами. Прохожие прикрывают насыплотками, корчась от зловония. Но неприятный запах – полбеды. Бездомные любят собирать своих друзей по вечерам и громко разговаривать, не стесняясь в выражениях. В сквернословье слышны всем жителям квартир. Жители дома не раз обращались в полицию. Но через некоторое время бездомные возвращались и продолжали дебоширить. Работники Центра адаптации, лиц без определенного места жительства говорят, что обязательно сделают все, что могут. Осторожно, злые кондукторы. Довольно часто жители города обращаются с жалобами на водителей и кондукторов автобусов за грубое нарушение правил пассажирских перевозок. В этот раз одни из таких работников автопарка были уволены. Помимо нецензурной брани, кондуктор курила, а водитель чуть не сбил пожилую женщину. Вы чуть бабушку не сбили? Чуть, чуть, чуть не сбили. Она успела назад отойти? Это видео собрало несколько тысяч просмотров мгновенно. Один из пассажиров 014 автобуса снимает на камеру телефона, происходящее в салоне. Водитель спешит, так как отстает от графика, прибавляет скорость и чуть не сбивает пешехода. Терпение пассажиров лопнуло, когда из-за резкого маневра опорщиной ударился годовалый ребенок. На сделанные пассажирами замечания кондуктор ответил грубо. Моншрутный автобус принадлежит автопарку Монас. По словам пассажиров, водители кондуктора автобуса к тому же курили в салоне. Сотрудники отдела пассажирского транспорта городского Акимата на обращение пассажиров отреагировали и поручили руководству автопарка разобраться в ситуации. По данному видео, по поручению Акима было проведено служебное расследование и руководством автопарка было принято решение, расстроен договор с данным водителем и кондуктором. В настоящее время уже водители и кондукторы не работают. Однако карагандинцы считают, что одним увольнением проблема не решится. Они не первый раз видят нарушение правил пассажироперевозок со стороны водителей и кондукторов. Несколько месяцев назад кондуктор автобуса избила школьника, требуя с него полной оплаты. Тогда руководство автопарка, которому принадлежит автобус, также заверило, что обязательно уволят ее за непристойное поведение. Тем самым надеясь, что другие работники поймут, из-за чего можно легко лишиться работы. Анатолий Курбек, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Награды и грамоты лучшим железнодорожникам. 7 августа в стране отмещался профессиональный праздник с День работников железной дороги. Торжественные собрания и народные гуляния прошли на станции Караганда-Сортировочная. Асель Сазанбаева с подробностями. Бактабай Макеев работает в железнодорожной индустрии 41 год. Когда только устроился на работу, было очень трудно. Ненормированный график, да и физически тяжело. Но спустя время привык и уже считает это частью своей жизни. Работаю я железнодорожником уже давно. Хочу поздравить всех своих коллег с праздником и пожелать им прежде всего благополучия в семье, здоровья и долгих лет жизни. Спасибо всем за праздник и за то, что не забываете наш труд. С праздником всех! Бактабай Макеев один из тех, чья работа была оценена по достоинству. Вместе с ним почетные награды и благодарственные письма вручены лучшим работникам Карагандинской железной дороги. На сегодня транспорт является важной частью современной жизни. Все отрасли хозяйственного комплекса и жизнеобеспечения нашей страны благодаря транспорту работают эффективно и надежно. Без транспортной сферы повседневная жизнь миллионов людей сегодня немыслимо, отметил глава региона Нурмухамбет Абдебеков. В своем обращении. Карагандинский филиал Казахстан-Тимир-Жилы на протяжении многих лет обеспечивает бесперебойную и безопасную перевозку пассажиров и грузов. Ежегодно подтверждают высокое звание лидера транспортной отрасли Казахстана. День транспорта – это профессиональный праздник не только водителей, машинистов, локомотивов и пилотов. Его отмечают и те, кто обеспечивает бесперебойную работу транспортных предприятий. Казахстан-Тора, диспетчеры, проводники, стюардессы, инженеры, техники, следственники и электрики и представители других профессий, которые имеют непосредственное отношение к транспортной сфере. Дорогие друзья, ваш напряженный и ответственный труд вызывает у нас служенное уважение. Пусть транспортная область и дальше развивается, а ваш власть всегда оценится достойно. Место проведения праздника было выбрано не случайно. Именно в сортировке проживает большинство железнодорожников. Многие связаны с этой профессией не в первом поколении. Здесь имеются свои династии, которые поддерживают славные традиции работников железной дороги. На улицах сортировки были организованы народные гуляния. Асель Сазамбаева, Жакс Лукнарта, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. День железнодорожника омрачила трагедия. Накануне праздника в сортировке под колесами поезда погиб мужчина. Его личность пока не установлена. Известно лишь, что погибшему примерно 25-30 лет. Трагедия произошла в 4.45 утра 6 августа на главных железнодорожных путях недалеко от поселка Рабочий. По предварительным данным, мужчина переходил пути в неположенном месте. Как именно случилась трагедия, никто не знает. По словам медиков, смерть наступила мгновенно. 6 августа в 4.35 утра главный путь в сортировке был сбит мужчина азиатской национальности ориентировочно 25-30 лет. До приезда скорой он скончался. Дело в том, что травмы были несовместимы с жизнью. В областную инфекционную больницу с подозрением на сибирскую язву госпитализирована пенсионерка. Жительницу села имени Габидина Мустафина Бухожираусского района направили в больницу местные врачи. У нее были небольшие багровые ранки на руках. При осмотре женщина призналась, что участвовала в забое скотины. Предварительные анализы не подтвердили диагноз сибирская язва. Врачи решили перестраховаться. Они обнаружили воспаление на руках сельчанки во время профосмотра. Ее незамедлительно госпитализировали в инфекционную больницу. Сейчас она находится под строгим наблюдением врачей. Несмотря на то, что анализы 72-летней сельчанки не подтвердили страшный диагноз, медики решили дождаться результатов бактериологических исследований. Напомним, около месяца назад в нашей области уже была вспышка сибирской язвы в селе Еркондек Шетского района. В результате чего 8 человек были госпитализированы, двое погибли. При скрининговом осмотре была выявлена вот эта рана похожая. Поэтому врачи сразу же направили в областную инфекционную больницу, где ее там же сразу госпитализировали 5 августа. Учитывая предыдущие события, которые у нас были, сейчас врачи очень аккуратно и внимательно относятся к подобным случаям. Женщина находится в изолированной палате, в боксе размещена, все необходимые мероприятия проводятся. Первоначальные анализы не подтвердили сибирскую язву. Ждем окончательные бактериологические исследования. Продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. Четыре года восемь месяцев в колонии общего режима проведет 52-летний карагандинец Кома Осипян, которого осудили за сбыт 10 килограммов героина. К тому же суд постановил конфисковать все его имущество. Судья специализированного межрайонного суда Альмира Тыныбаева огласила приговор. Наркотранзит шел в Казахстан из Таджикистана. 12 апреля подсудимый встретил подельников вместе с Тайваном в районе карьера вблизи Темиртау. Осипян спрятал пакет с наркотиками на обочине на повороте в поселок Киевка Нуринского района. Однако об этом вовремя узнали полицейские. Влюстители порядка разыграли спектакль, представившись покупателями, и задержали торговца с поличным. Исследовал доказательства по уголовному делу суд, приговорил признать Осипянка Моамовича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 296 частью 4 Уголовного кодекса, и назначить ему по этой статье наказание сроком 4 года 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима, меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде ареста, срок наказания исчислять с момента задержания с 13 апреля 2016 года. Процессуальные издержки затрачены на проведение судебных экспертиз на общую сумму 421 501 тенге взыскать с Осипян. На суд пришли супруга и родственники обвиняемого. В момент оглашения приговора жена не могла сдержать слез. Судья также вынесла частное постановление в адрес сотрудников полиции. По словам Таныбаевой, в уголовном деле были допущены процессуальные недочеты. Также она пояснила, что остальных членов преступной группы задержать пока не удалось. Однако дела в отношении фигурантов выделены в отдельное судопроизводство. Приговор еще не вступил в законную силу. Полицейские раскрыли 8 фактов краж форсунок из фонтанов Тимиртау. Об этом сообщает пресс-служба областного ДВД. Всего было похищено 110 металлических форсунок. Для раскрытия преступлений руководство Тимиртауского УВД создало специальную оперативную группу. Были проверены все точки приема цветного металла. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен слесарь. Задержанным оказался 27-летний житель Тимиртау. Он дал признательные показания о том, что в период с 20 по 25 июля совершил ряд краж бронзовых форсунок с городских фонтанов. Сумма ущерба устанавливается. Проводится расследование. В Караганде отремонтировали фонтан на Каскадной площади. В городском управлении парками и скверами отмечают, что ремонт фонтана планировали еще в начале лета. Однако работам постоянно мешали сильные дожди. В ночь с 5 на 6 августа фонтан был запущен. В ходе ремонта были заменены все фонари. Всего установили около 90 штук. Поставили 100 новых форсунок, два насоса, проложили новые кабели. Среди нововведений датчики ветра. Они гасят струи фонтана при сильном ветре. Также установили новые коллекторы и отреставрировали старые. Всего на ремонт было потрачено свыше 12 миллионов тенге. Карагандинцы высказали свое мнение о нынешнем состоянии фонтана на Каскадной площади. Это очень красивый парк. Самый красивый, наверное, в нашей Караганде. Если бы фонтана здесь не было, это наша изюминка, наверное. Когда он работает, здесь очень приятно гулять с детьми вечером, в прохладе. Поэтому желательно, чтобы он работал постоянно. Нашему городу, Караганде, конечно, фонтан нужен. Но в связи, наверное, с неполадками, все лето фонтан не работал. Ну, сейчас наладилась красота. Потому что этот фонтан является очень популярным местом для тех же самых молодых жен и так далее. И плюс ко всему его, наконец-то, подчинили. Это дает надежды, что он в следующем году будет работать. На День ВДВ он не работал, к сожалению. Андрей Тенжак, Сылык Нурта и Александр Царикедзе. Первый карагандинский. И последнее. Карагандинский шахтер одержал победу над столичным клубом «Астана». Горняки обыграли соперников со счетом 2-0. Это первая победа карагандинцев под руководством российского наставника Алексея Еременко. Встреча стала заключительной на первом этапе чемпионата. Второй стартует 12 августа. Первая игра под руководством нового российского тренера Алексея Еременко оказалась зрелищной. Непростой поединок с чемпионами собрал на стадионе «Шахтер» около 2,5 тысяч болельщиков. Основные ставки зрители делали на победу «Астаны». Однако горнякам удалось взять преимущество на поле. Первый гол головой на 61-й минуте забил Никола Василевич. Хорошо! Гол! Открывают счет карагандинцы! Важно сегодня было, может быть, даже не качество игры, а результат. Наверное, это было первое, что было самое важное сегодня. Ничего мы не добились. Три очка. Я считаю, что мы заработали их. И сейчас новая неделя подготовки к следующей игре. Больше времени. Очень много материала для меня, как нового тренера, анализировать и улучшать. Столичные футболисты не сдавались до последнего. Они произвели несколько неточных ударов. Подопечные Станемира Стоилова все-таки забили один гол. Однако его не засчитали из-за офсайта. Ближе к занавесу поединка Евгений Горячий точным ударом отправил мяч в ворота Ненада Эрича. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу карагандинской команды. Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Гол! Сегодня у нас тоже были и много проблемов. И Марин, и Шитов, и Ибраими не смогли се играть по контузии от матча с Селтика. Да, были и контролировали игры. Специально первый танк и второй тоже не могли найти решение, как завершение атак. Я знаю, наши старые проблемы – это завершение и комбинативность атак. Таким образом, Шахтер одержал пятую победу в нынешнем чемпионате и, набрав 21 очко, поднялся на десятую строчку в турнирной таблице. Астана потерпела третье поражение, но с 53 баллами осталась лидером чемпионата. Преимущество над идущим вторым алматинским кайратом составляет 7 очков. Айям Амрина Жакслак Нуртай, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!